Не старомодный, а стильный аксессуар, который может придать обычным вещам совершенно новый неповторимый вид. Броши в последнее время штурмуют модные олимпы. Несколько лет назад изготовление вышитых брошей увлекло слабожанку Татьяну Агафонову. Она искала новые творческие идеи для воспитанниц кружка «Художественная вышивка» во Дворце культуры Паруса, который ведет уже 10 лет. А в итоге нашла дело, которое и самой пришлось по душе. Брошки очень полюбились, детьми мной тоже очень полюбились. Сейчас они в тренде, в моде. Можем увидеть их и на телеведущих, и на звездах эстрады. Нам тоже захотелось не отставать от моды. При кажущейся простоте изготовить вышитую бисером брошь не самая простая задача. Но немного усидчивости, фантазии, профессиональных секретов. И в творческой копилке Татьяны и ее воспитанниц снова и снова появляются эксклюзивные аксессуары ручной работы. Берем основу либо кожа, либо фетр плотный, переводим рисуночек на него и начинаем работать. Броши выполняем из дорогого чашского бисера. Только лишь из китайского не получается красиво. Используем стеклянные камни, бусины, кристаллы. Новинки появляются, такие как канитель, кристаллы маленькие в цапах. Можно добавить, например, элементы вышивки глади. Свою первую брошку Татьяна Агафонова вспоминает с улыбкой. Она сделала ее как раз из недорогого китайского бисера. Изделие выглядело хуже, чем на ярких картинках в интернете. Именно тогда мастерица поняла, что уметь вышивать бисером и гладью – это еще не все. Важны материалы, которые используются в работе. За пять лет она вышила несколько сотен брошей, а девочки в кружке под ее руководством мастерят такие аксессуары для себя и на подарки родным и друзьям. Маленькие носят на шапочках, даже и себе вот где-то на грудь прикрепят. А вот подростковый возраст, как-то вот я не вижу, что бы они носили, они больше на подарки для мам. Маленький совенок в шапке, переливающаяся всеми цветами радуги стрекоза и снежинка – предвестница зимы и Нового года. Творить эти милые вещицы, которые могут придать образу изюминку, помогает настроение. А оно, как и эти броши, всегда разное. Продолжение следует...